Всем ассаламу алейкум варахматаллах и баракат. Меня зовут Карина и для проекта Халяль Рум я продолжаю рассказывать вам о халяль косметике. Сегодня мы с вами поговорим о сурме. Сурма имеет истоки с Востока и с Египта. Чаще всего ей пользовались из-за того, что песчаные бури очень травмировали глаза. Сурма в этом смысле их защищала. Потом она уже приобрела больший интерес и свою нишу уже в Европе и везде и в Сауде-Скарае как вместо подводки для глаз использовать сурму. Есть несколько видов сурмы. Есть декоративная, она будет зеленая, темно-зеленая, тонна-синяя, фиолетовая и есть классическая сурма черная и коричневая. Черная сейчас вот у меня есть в руках. Выглядит она очень аккуратно. Это турецкая фирма делает. Есть турецкая, есть Пакистан. Вот это Пакистан, я прошу прощения. Вот это фирма Пакистан. Единственное, что, девчонки, одно но. На самом флаконе нигде нету пометки халяль. Но там, где мы покупали, есть сертификаты качества халяль и даже на сурму. Я вам покажу, вот она идет. Заводская эмблемка. Секунду. Чуть-чуть ближе. Вот. Видите, то есть заводская эмблемка. И, к сожалению, нет этого значка. Но это натуральная. Сертификат есть. Покупали мы ее здесь, в Киеве. И довольно-таки очень классно. Есть один вариант. Это классический черный. И второй вариант. Это вот такая вот фиолетовая будет. Вот я ее поближе показываю. Тоже Пакистан. Это та же фирма сделала, как и эту. Выглядит фиолетовая. Вообще, бомба шикарно выглядит. Открывается легко, девчонки. Коноснообразная идет у нее основа. Также и у черной. Черная имеет, кстати, больше восточный вид. Сейчас вам покажу поближе. Вот она. Очень легко наносится, девочки. Видите? Вообще прекрасно наносится. Одно и второе я купила как раз у нас здесь, в Киеве. Одно и второе я пользуюсь. Единственное, нос черный. Ее нужно иногда наносить повторно. Потому что, когда сильно очень пересушенный воздух или очень тепло в помещении, она очень мягка и начинает давать отпечаток. Нужно ее повторно наносить. Вот эту сиреневую, которую я вам первую показала, не надо наносить. Она обалденно держится в течение дня полностью. То есть свои 12 часов она выдержит шикарно. Как раз вот на свет черный очень красиво, когда подводится внутреннее веко, нижнее и верхнее. Я вам могу показать, как это делается именно с черной. Потому что сейчас фиолетовая у меня уже на внешнем верхнем веке присутствует. Я использую ее при ежедневном использовании. Она очень классна на любой макияж, на любое поседневное действие. Или можно же использовать также и праздничный макияж какой-то. Темно-синяя тоже очень красивая. Она очень пойдет девочкам, у кого темные глаза. Карие глаза. Она шикарно ложится. Я вам сейчас покажу тоже. Сейчас открою. Видите, девочки, она бомба. Она очень красиво ложится. Опять-таки здесь все натуральное. Здесь ничего нет искусственного или синтетического, или жиров, которые запрещены по халялю. То есть этой косметикой могут пользоваться не только мусульманки, но и те, кто любит натуральную косметику непосредственно. Теперь давайте я вам покажу, как насчет черненькой наносится очень легко. Буквально минутка. Два раза проморгнув, и внутренняя века уже подчеркнуто. И уже совершенно все по-другому красиво выглядит. Она очень хорошая. Она не печет, она не раздражает глаза. Она имеет еще свойства антисептические. Когда очень воспаляется, допустим, глазки, покраснения присутствуют. Она в этом смысле как антисептик срабатывает. В нее добавляют частично выжимку с эфирных масел. И еще добавляют уголь. Перетертый, перемолотый. Тем самым она очень именно черно, угольно-черная. Есть еще коричневая. Это очень хорошо подходит девчонкам, у которых светлая кожа. Очень светлая кожа, да, и они светло-русые. Сурмой можно подчеркнуть не только глаза, но и бровки. Некоторые девочки, кстати, это делают. Поэтому в этом смысле вы можете как бы сделать себе такое два в одном. И для глаз подводка непосредственно. И уже можно подкорректировать бровки. Кто любит, кто делает особенно. Очень часто хнои на мой сад еще подкрашивают бровки. Тоже можно, кстати, с сурмой это делать. Купили мы ее здесь, как я уже повторюсь, в Киеве. Значит, стоит вот такая вот 90 гривен. И это тоже 90 или 60, девочки. Я вам точно по памяти сейчас не скажу. Потому что когда мы брали, мы несколько брали вариантов продукции. И сурма была в том числе. Вот. Есть варианты, которые и на каждый день жишь. Есть, которые на праздники. Цветовая гамма всегда есть в объеме. Можно будет купить всегда. Можно на сайте будет купить. Я думаю, что если что, мы или сделаем ссылку на сайт, или мы непосредственно кинем адрес, где можно будет купить. Если вы, допустим, пользователь с сурмой как-то по-другому, пишите в комментариях. Мне будет интересно знать, как вы пользуетесь. Куда применяете ее. Потому что все-таки она специфична. Но она очень классная. В дальнейшем мы еще постараемся посмотреть какие-то брасматики. Какие-то карандаши. Тоже вам рассказать про них. Но мы будем искать там, где будет, чтобы был логотип. К сожалению, есть некоторые производители. Особенно турецкие. У них есть на сайте сертификат халяль. Но на продукции почему-то нет этого значка. К сожалению. И поэтому мы всегда уточняем сначала наличие или на сайте, или же на самой группе товара. Это обязательно. По возможности мы вам скинем тоже. Ихни сертификаты покажем. Потому что мы спрашивали, мы фотографировали. И я думаю, что мы выставим тоже. Вставим видео, чтобы вы видели. Какие они есть, эти сертификаты. На какую группу товара. Там прописывается торговая марка, фирма, страна-производитель. Все по стандарту. Теперь по поводу сурмы. Ее можно также использовать. Особенно фиолетовую, или зеленую, или темно-синюю, или коричневую. Как тени. На каждый день. В этом смысле они очень удобны. Потому что текстура мягкая. Ложится легко. И если, допустим, вы не любите рассыпчатые тени, а вы любите жидкие. То вы можете их заменить сурмой. И это, кстати, будет тоже положительно для ваших глаз. Никакое раздражение, никакой аллергии не будет. Все будет очень классно. Но будет держаться целый день. И очень красиво. Если вам интересно, вы оставайтесь с нами. Мы еще много чего интересного вам расскажем. До скорых встреч!